Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Сель затопил насосную станцию на розах утор. Сход грязевых масс спровоцировали ночные ливни. К качеству претензий нет, но эстетику надо улучшать. Мэр проверил пляжи Хостинского района. А еще глава Сочи встретился с послом Таджикистана. Среди договоренностей – гастроли, театра и сельхозярмарки. Сочи финишировала крупнейшее в Европе авиаралли. Его участники впервые посетили российские города. На курорте «Роза Хутор» сегодня в 5 утра сошел сель. Это произошло в районе Сулимовского ручья. Затопило канализационную насосную станцию номер 7, расположенную рядом с комплексом «Моя Россия». Эта станция обслуживает горную Олимпийскую деревню. Ремонтно-восстановительные работы будут начаты сразу после того, как спадет поток воды в ручье, русло которого сейчас проходит по территории станции. Крупный пожар на площадке хранения нефти ликвидировали в Новороссийске. Там загорелся один из резервуаров объемом 30 тонн. По такой легенде прошли масштабные учения МЧС в Краснодарском крае. Работу экстренных служб координировали министр России по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев и глава региона Вениамин Кондратьев. Какую оценку поставили тактическим действием, расскажут наши краснодарские коллеги. 24 тонны воды за пару секунд обрушиваются на деревья. Мощный Бе-200 пытается потушить Маркхотский хребет в районе Новороссийска. После чего самолет заходит на второй круг, чтобы дозаправиться прямо в море. То, что не удается потушить с воздуха, ликвидируют на земле вручную. С помощью специальных рюкзаков спасатели прямо в лесу точечно борются с небольшими возгораниями. В пределах 10 литров тушим небольшие очаги. Начало пожара или же уже в процессе работы маленькие очаги тушить, гасить. Причиной пожара стал костер, который в лесу развели туристы. По такой легенде сегодня развернулись масштабные учения спасателей. Действия экстренных служб координировали глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для Кубани отработка подобных действий летом особенно актуальна. Из-за высоких температур в 19 районах края уже введен особый противопожарный режим. Участие в тактических действиях сегодня приняли не только спасатели, но и военные с казаками. Хочу вас поблагодарить за участие в учениях. Вы продемонстрировали свой профессионализм, свои навыки, свою слаженность, слаженность своих действий. И я надеюсь, что и в реальной обстановке вы будете действовать точно так же. Спасибо. Спасибо за работу. Задача у всех одна. В случае наступления частяной ситуации максимально ее группировать и ликвидировать. А лучше, конечно, ее предупреждать. Это касается, в первую очередь, казаков, чтобы не допускать никакого возгорания ни в близком, ни в далеком лесу. Потому что намного проще где-то предупредить, чем потом ликвидировать. Но сегодня, на самом деле, показали полное взаимодействие, слаженность, выучку, профессионализм. Но давайте сделаем все, чтобы вот эта ваша выучка, слаженность, профессионализм только на учениях. А реальные пожары в лесах, в луку мы просто не запустим. Пока боролись с лесными пожарами, в нескольких километрах неожиданно загорелся комплекс по перевалке и хранению нефти. Учения проходили в максимально сложных условиях. Резервуар с бензином объемом 30 тонн. Просто так водой не потушить. Необходима пенная смесь. Ее подают специальным аппаратом. Называется «Пурга». Состав похож на снег. Но перед запуском пожарные обязательно рассчитывают направление и силу ветра. А здесь спасатели показывают свои навыки при чрезвычайных ситуациях непосредственно в море. Горящий танкер с нефтью не такая уж и редкость. В подобных случаях необходимо сначала локализовать пожар на судне. Иначе это бомба ускоренного действия. Все осложняется тем, что есть пострадавшие. Ювелирная работа. Сотрудник МЧС на тросе, закрепленном к вертолету, спускается прямо к воде и вытаскивает раненого. После отработки всех действий, итоги учений, глава МЧС и губернатор края подвели на координационном совещании. Учение дал нам возможность оценить, насколько готовы силы и средства, посмотреть на слаженность действий, посмотреть на то, как работают органы управления, насколько эффективен алгоритм их действий. Так что я думаю, что все прошло достойно. Хочу благодарить вас, Ивана Ивановича, за постоянную работу, взаимодействие. Потому что в таком курортном регионе роль спасательных служб велика. И только совместными усилиями мы должны обеспечить безопасность миллионов гостей нашего курорта и, естественно, жителей нашего края. Что касается все-таки прохождения пожароопасного сезона. Он на Кубани начинается раньше, чем в других регионах страны. И мы должны, опять-таки, работать на опережение и, безусловно, ограничивать, в том числе, и посещение лесов, разведение костров. Поэтому лучше мы здесь будем работать, может, достаточно, с точки зрения гостеприимства, не таким способом, как нас ожидают туристы, но зато этот способ позволит нам сохранить леса, в том числе жизни. В ближайшие три года в регионе дополнительно будут созданы 12 пожарных частей. Первый из них появится в Анапе и Ейском районе. Однако борьба с огнем не единственная задача, которая стоит перед спасателями и местными властями. Вот что касается водных объектов, отдыха на воде, хотел бы еще раз сказать, что у нас каждый день в среднем 20 человек тонет в России. 20 человек каждый день. Среди них дети. Вот мы смотрели, за этот год ни один ребенок не погиб на оборудованных пляжах. Ни один ребенок. Это о чем говорится? Если это пляж, оборудован, то обязательно находится спасатель. Это очевидно абсолютно. Оборудованный пляж, дети не тонут. Безусловно, очень важно для нас сегодня, как я уже сказал, работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Неважно, где бы они могли произойти, либо в лесу, либо на водоемах. Это тоже очень серьезная совместная сегодня работа. Не допускать купания в неорганизованных местах, но для этого должны быть организованные места. И поэтому мы совместно сегодня с главой муниципальных образований проводим системную, достаточно жесткую работу. Часть организации специально оборудованных мест купания. Неважно, маленький это населенный пункт, либо город. То есть вот такие места должны быть. Тем самым мы максимально отведем беду с точки зрения чрезвычайных таких ситуаций на воде. Учения сегодня показали высокую готовность к взаимодействию всех экстренных служб. В отработке тактических действий были задействованы более 400 человек и около 70 единиц техники. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Новороссийск. В минувшие выходные Россия отметила скорбную дату начала Великой Отечественной войны. В этот день всю страну объединила акция «Свеча памяти». К ней присоединилась и Кубань. 16 тысяч человек в Краснодаре прошли колонной с лампадами в руках по улице Красной до мемориала у Вечного огня. Вместе с горожанами в акции участвовали глава региона Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. Также к памятному шествию присоединились вице-губернаторы, мэр Краснодара и представители силовых структур. Собравшиеся возложили цветы и лампады к Вечному огню и почтили память павших минутой молчания. На войну ушел каждый пятый житель Кубани. 78 лет назад таким же ранним утром 22 июня 1941 года, когда безмятежно вспала советская страна, фашистская Германия напала на нашу родину. Тысячи наших земляков в первые месяцы войны ушли на фронт, ушли, чтобы защищать свою землю, свою страну ушли и не вернулись. Мы сегодня зажигаем свечи. Свечи в память о тех, кто не вернулся с полей войны. В память о тех, кто был расстрелян и замучен в лагерях. В память о тех, кто ковал победу в тылу. В память о тех, кто умер после ран, после войны. И в память о тех, кто восстанавливал наш разрушенный Краснодар, Кубань и нашу великую Родину. В память о них. Вечная слава героям-освободителям. И вечная память народу-победителям. Пока мы живы, пока будет жить поколение за поколением этого великого народа, будут жить и они, те, кто принес мир и дал возможность нам жить на своей земле. В этот день у вечного огня мы склоняем головы перед памятью советского народа, народа-победителя. Мы говорим слова благодарности за мир на нашей земле. Мы гордимся подвигом наших отцов и дедов. Мы помним тем, кто в тылу своей работы приближал этот День Победы. Война забрала бесконечное множество жизней и сломала миллионы судеб. Почти 500 тысяч жителей края не вернулись с фронта. В память о них на площади павших героев краснодарцы выложили с зажженными свечами слово «Помним». Присоединился к памятным мероприятиям и Сочи. Старт Дню памяти и скорби дали в 4 часа утра. Примерно в это же время теперь в России проходят траурные церемонии. Традиционно у воинского мемориала в завокзальном районе Сочи, где похоронены тысячи советских солдат, собрались люди со свечами и лампадами. Позже там состоялся митинг. Вспоминали тех, кто погиб в годы войны или умер от ран в госпиталях. Хочется сказать вечная память героям, а всем тем, кто живет, ветеранам. Низкий поклон и спасибо за ту огромную работу, которую они проводят по воспитанию нашей подрастающего поколения. Сочи стал участником всероссийской акции «Горсть памяти». Немного земли с воинского мемориала взяли, чтобы отправить в Москву. Там ее поместят в гильзу артиллерийского снаряда, который установят в новом историкомемориальном комплексе. В церемонии принял участие фронтовик, герой Советского Союза Павел Сюткин. Чтобы люди жили и знали, что война – это кровь, горе и слезы. И не дай Боже, чтобы она еще где-то возникла, тем более на нашей земле. Вода в Черном море безопасна для купания. Об этом журналистам рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Главный санитарный врач страны приехала в Сочи на международную конференцию, посвященную глобальным угрозам биологической безопасности. На сегодняшний день у берегов курорта уже взято около 400 проб морской воды. Исследования показали, что она полностью безопасна. Как отметила Попова, требования к морской воде в России выше, чем в Европе. Результаты исследования воды в рекреационных зонах на побережье Черноморском, в районе Большого Сочи, в районе побережья Анапы-Геленджика, в районе вокруг всего Крымского полуострова показывают, что вода полностью соответствует требованиям. В этом году 13 сочинских пляжей получили голубые флаги. Эта престижная международная награда учреждена Международным экологическим фондом. Уже более 30 лет она вручается пляжам, где вода отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Глава Сочи продолжает инспектировать пляжи курорта. К качеству услуг претензий нет, но эстетику надо улучшать. Таков главный вывод после обхода пляжей Хостинского района. Руководителям же санаториев мэр напомнил, проход к морю должен быть свободным для всех желающих. Раздевалки, душевые, бесплатные туалеты и 6 метров от уреза воды для тех, кто не хочет пользоваться платным пляжным инвентарем. Арендаторы муниципальных пляжей в большинстве своем исполняют требования муниципалитета, понимая, что малейшие отступления грозят расторжением договоров. Чем посетители пляжей могут пользоваться бесплатно, отдыхающих проинформировал мэр Сочи во время обхода пляжей. Вот эта полоса должна быть всегда свободна. Она у них сейчас свободна, то, что мы видим. Что касается шезлонгов, зонтиков, это все нужно платить денежку. Кто не хочет платить, тогда не может. Это такие требования по всему миру так. Бесплатная услуга – это вот бичевник, о котором я сказал, люди могут на своих полотенцах приходить, просто приходить, купаться, загорать все хотят. Бесплатно душевые, ногомойка, раздевалка, туалет. Отдыхающие не против такого разделения услуг. Главное, что есть выбор, и в целом пляжи в Сочи соответствуют уровню мирового курорта. Я удивлен. Я не ожидал. Потому что мы так завсегда были, когда и дети были маленькие, ну это уж там, ну не 40 лет, ну 30 лет назад, все время в Крым, в Крым, в Крым. Ну привычка такая. Там как-то с пляжами гораздо хуже. Они такие узенькие, маленькие, в общем проблемные, да. А тут я не ожидал. Всего хватает, пожалуйста, хочешь тебе качели, хочешь лежаки, там, все есть. В общем, хочешь там бесплатно, пожалуйста, ложись там, хочешь денежку платить. Я, честно говоря, поражен, поражен. Несколько хуже обстоят дела с прилегающими к пляжам прогулочными зонами. Да и сами пейзажи в отдельных случаях оставляют желать лучшего. Так картину на пляже санатория Кудепста портят остатки заброшенного аэрария. Аэрарий надо или восстановить, или снести, указал глава города представителям собственника. Ряд вопросов возник и к предпринимателям, эксплуатирующим пляж санатория «Волна» и соседние муниципальные пляжи. Здесь необходимо установить еще одну вышку для спасателей, а также навести порядок с торговлей на прилегающей территории. К претензии к облику торговых точек высказал глава города и на соседнем пляже «Бриз». А у входа на пляж санатория «Голубая горка» мэр города напомнил персоналу, что закрытыми могут быть лишь пляжи санаторий в силовых структур. В случае, если пляжная территория закрыта, отдыхающие могут обратиться к участковому, который составит на нарушителей административный протокол. Первый этап – это предупреждение. Второй – протокол за неисполнение требований и арест на 15 суток. На ручей видны, мы можем ходить, местные жители? Можем. Можем? Там пропускают свободно. Если вдруг пускать не будут, сразу же вот участковый сейчас вернулся, он составил 19.1 по санаторию, который у вас тут находится, который, если как, он, «Газпромовский». Они у нас уверили, что нет такого, чтобы не пускали вообще людей. Я говорю, ну мы если выявим, то будет статья 19.3 участковый составит. Это будет арест и выполнение законных требований угроза власти. Поэтому, если у вас, предположим, пляжи, доступны должны быть для всех. Платить надо за шезлон и санаторные в том числе. Кроме Министерства обороны, кроме МВД, кроме ФСБ, кроме СРФ. Все. Все остальные свободны. Пляж «Голубой горки» сейчас открыт для всех желающих, как и пляжи большинства других здравниц. Тем не менее, глава города поставил задачу провести с руководством санаторно-курортных комплексов разъяснительную работу. Галина Моисеева, Инга Габеша, телекомпания ФКТ. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 25 июня в Сочи малооблачная температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 26-28 градусов выше нуля. Компания «Соуд» приглашает на выставку православия, монастыри, храмы, иконы и образа святых со всего мира, встречи с духовенством, православные товары, постная трапеза, мед. С 25 по 30 июня гранд-отель «Жемчужина». Глава Сочи Анатолий Пахомов встретился с послом Таджикистана. Имамудин Саторов и мэр курорта обсудили вопросы взаимодействия двух стран. В частности, они говорили о координации работы национальных общин в Сочи и проблемах трудовых мигрантов на курорте. В Сочи 30 диаспор, в их числе и таджикская нациобщина. Все они, отметил Анатолий Пахомов, помогают своим соотечественникам и оперативно решают возникающие проблемы. Вопросы, которые приходится решать чаще всего, связаны с трудовой миграцией. Возникают проблемы на границе, такое бывает. Прилетают, скажем, не имея на это визы, какие-то другие нарушенные миграционные проблемы. Они принимают меры. Все землячества готовы деньги сразу же дать, чтобы комфортно человека отправить. И бывают случаи, когда человек не знал, что-то неправильное у него получилось, не ту печать поставили, и его потом, значит, из-за того, что он становится сразу же нарушителем закона, его везут в Краснодар, в суд, и так идет тяжба. Поэтому мы, в общем-то, сегодня настаиваем на том, чтобы наше землячество обязательно встречалось, обязательно на месте решали эти вопросы. К нам едут люди заработать, то есть с намерениями заработать денег, отправить людям, то есть отправить своим семьям, и мы с пониманием к этому относимся. А для укрепления отношений между двумя странами, мэр Сочи предложил чрезвычайному и полномочному послу Республики Таджикистан в России проводить на курорте различные спортивные и культурные мероприятия, фестивали национальной кухни, ярмарки таджикской сельхозпродукции. Город для этих целей готов выделить площадки. К слову, такие ярмарки проводились уже три раза и пользовались популярностью. Аграрии привозили более 300 тонн различных товаров – дыни, виноград, персики, томаты, сухофрукты, орехи. Также у посла и мэра появилась идея организовать на курорте гастроли таджикского театра. В целом стороны остались довольны встречей. А Имамудин Саторов оказался под впечатлением от Сочи, и очередной отпуск решил провести именно здесь. Сегодня же по приглашению главы города посол решает вопросы трудовых мигрантов. Мы хотим нашу работу улучшить здесь, в этом направлении, чтобы те трудовые мигранты, которые приезжают в город Сочи, чтобы они уже знали, где будут, как они будут работать. И, конечно, самое главное – требование, чтобы все наши граждане, которые пребывают на территории не только края, но и Российской Федерации, знали, соблюдали законы, традиции. Это очень важно. Очень интересный разговор был. Я думаю, что по приезду в Москву мы подумаем о том, как сделать так, чтобы таджикистан, таджикская культура была представлена здесь, в городе Сочи, чтобы люди знали больше о нашей стране. После общения с мэром курорта посол побывал на встрече с национальными общинами, которую организовал муниципалитет. В рамках встречи представители среднеазиатских нациообщин смогли задать свои наболевшие вопросы властям города, трудовой инспекции, правоохранительным органам и прокуратуре. Один из них – как обезопасить себя от недобросовестного работодателя. Зачастую российские бизнесмены не спешат официально оформлять на работу гостей из ближнего зарубежья. И когда возникают трудовые споры, как, например, задержка заработной платы, работник оказывается не защищен законом. Заместитель главы Сочи Константин Чуботарь попросил незамедлительно сообщать о таких фактах правоохранителям. Он также напомнил об воюдной ответственности сторон. Работать, нарушая закон, недопустимо. Обсудили на встрече и нежелание арендодателя регистрировать у себя квартирантов, что провоцирует гостей из Средней Азии делать фиктивную регистрацию. Чуботарь попросил передать данные таких арендодателей, чтобы ими занялись профильные структуры. Сегодня на встрече мы еще раз с участием сотрудников миграционной службы, трудовой инспекции, сотрудников полиции, прокуратуры, в том числе разъяснили порядок получения патента для работы, порядок регистрации. Многие вопросы, которые сегодня нам задавали руководители Диаспора, требуют проработки, требуют решения. И, как вы слышали, я пообещал лично разобраться в некоторых вопросах, в том числе ряд вопросов, которые выходят за компетенцию администрации города Сочи. Мною будут доведены руководству администрации Краснодарского края. И мы на межведомственных рабочих группах, на межведомственных комиссиях обсудим их с участием уже более компетентных специалистов. Подобные встречи проводятся на курорте регулярно, еще с периода подготовки к Олимпийским играм. Они направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить нарушения миграционного законодательства. В этих целях на сегодняшней встрече было принято решение рекомендовать миграционным службам стран Средней Азии и не только разработать специальную памятку. В ней должна быть информация о том, какие действия необходимо предпринять иностранцу, приезжающему в Россию. Ольга Десятого, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Жители села Барановка услышали звуки подзабытого национального инструмента – кеманче. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Активное долголетие». В сельском клубе села Барановка пенсионеры стараются собираться два раза в месяц. Зимой, конечно, чаще, сейчас много работы в саду. Приходят, чтобы послушать неповторимый голос заведующий клубом «Сирануш Саулян». Хозяйка клуба приглашает для людей старшего поколения разные коллективы. Порой так разойдутся, что и на возраст внимания не обращают. Вместе с молодыми танцуют, а сегодня еще и по зоге кеманче. Обычно музыкант с этим инструментом становится в круг танцующих. Это достаточно старинный инструмент. Дело в том, что предки сегодняшних армян, проживающих на территории Барановского сельского округа, пришли сюда из Западной Армении. И, естественно, тогда с ними пришел и этот инструмент. Но мастера пропали. Больше некому было передавать свои знания и возможности. Вот на сегодняшний момент появился молодой человек, который с уважением относится к древнему инструменту. Этот молодой человек Вартан Симонов – местный житель. Еще в детстве ему показали кеманче. Он запомнил. Но в музыкальной школе и в сочинском училище искусств учился по классу аккордеона. Спустя годы появилось желание все-таки освоить старинный национальный инструмент. Этот инструмент доставляет удовольствие из-за того, что он так прекрасно звучит. Инструмент, во-первых, также моих предков. И очень с уважением отношусь к этому инструменту, к истории и ко всему, что связано с этим инструментом. Кеманчей изготовили из тутовника мастера Геленджика. Звучит он тоже неплохо. Теперь кеманчей часто будет звучать в Сочи. Музыкант активно осваивает инструмент, пообещал даже взять себе учеников и чаще приходить в клуб к сельским пенсионерам. В целом в Хосинском районе 11 сельских клубов и домов культуры, где работает городской проект «Активные долголетия», инициатором которого стал глава города. В Барановке клуб назвали кому за 70, но рады видеть там всех, кто не любит одиночество. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи финишировала крупнейшее в Европе авиаралли. В аэропорту курорта завершился российский маршрут «Ралли Аэрофранс». Ралли ежегодное. Его участники за более чем два десятка лет облетели много стран, а российские города в воздушное путешествие включили впервые. В чем цель «Ралли Аэрофранс» и с какими трудностями пришлось столкнуться пилотам, расскажет Ольга Десятого. В небе над аэропортом появляются участники «Ралли Аэрофранс». Позади час полета из Краснодара. Один за одним самолеты приземляются в Сочи, в финальной точке российского участка маршрута большого воздушного путешествия. В ралли участвуют однодвигательные самолеты весом до двух тонн, размахом крыльев не более 11 метров. Как правило, это такие небольшие двух- или четырехместные воздушные суда. За штурвалом пилоты-любители. Патрик Леклер по профессии стоматолог. Но штурвал в руках держит не менее уверенно, чем медицинский пинцет. Он любит небо и путешествия. Очень рад, что в этом году впервые в маршрут включили российские города. Это просто замечательное ралли. Российские люди очень гостеприимны и очень приветливы. Мы просто счастливы. Стартовало ралли 8 июня во Франции. В России самолеты совершили посадки в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и Краснодаре. В большинстве городов французские пилоты провели по 2-3 дня. Знакомились с достопримечательностями. Ведь цель этого ралли – не соревнование, а путешествие. В Сочи мы хотим немного отдохнуть и посмотреть олимпийские объекты. Путешествие по России оставило самые приятные ощущения. Перелет был непростой, но все прошло по плану. Большой экипаж ралли «Аэрофранция» – это 18 самолетов и 41 пилот. И все по плану прошло не у всех. «Единственная посадка, это скорее курьезный случай, когда у нас один борт, у него сработал датчик низкого давления масла, и они совершили посадку в Башкирии, просто в чистом поле, для того, чтобы проверить. Два французских пилота, которые сели просто в чистом поле в Башкирии, и к ним пришли жители местных сел, узнают, что случилось. Для них, конечно, это была достаточно сложная ситуация. Тем не менее, в течение нескольких часов борт мы снова подняли на крыло». Кстати, этот же самолет и до Сочи добрался не без приключений. Долго запускался и в итоге отстал от основной группы на полтора часа, ждал разрешения на вылет. Из Сочи уже в полном составе французские летчики отправились домой через Турцию, Албанию и Италию. В этом году ралли «Аэрофранс» поднимает самолеты в небо уже в 25-й раз. За четверть века воздушные туристы облетели десяток стран. Они не исключают, что после такого теплого приема они еще не раз вернутся в Россию. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Инга Агабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Еще предоставлено мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok